На площади у поющих фонтанов развернулась благотворительная ярмарка. Волонтеры принесли поделки, сделанные своими руками, руками городских художников или просто неравнодушных чужой беде людей. Куклы, мягкие игрушки, картины и даже выпечка – все это можно было приобрести на благотворительной акции. Для того, чтобы поучаствовать, надо иметь доброе сердце. Сделать своими руками что-то. Купить что-то, поднести сюда. Вот в данном случае многодетная мама, 9 детей быстрого, она спекла вот такое пирожное большое, для того, чтобы радость была у людей, которые попробовали. Весь интерес такой благотворительной ярмарки в том, что цену называли сами покупатели. В урну для пожертвований можно было положить любую сумму и выбрать любой понравившийся сувенир. Алена Малыгина, участвуя в акции, и детям помогла, и пополнила домашнюю коллекцию кукол. Конечно, это благодаря все-таки детям, которым нужно помочь. Ну, я просто собираю такие куклы, и это будет какой-то определенный подарок от вашего города. Ну, помощь детям есть себе подарок. Все собранные в ходе ярмарки деньги будут переданы в фонд «Край добра». И далее адрес на четырем детям, больным раком. Это четыре ребенка от полутора до одиннадцати лет. Из Курганинска, Анапы, Краснодара и Сочи. До начала ярмарки сбор средств был объявлен по городским вузам. После прошла донорская акция «Капля крови ради жизни». Такой большой благотворительный марафон. В Сочи уже пятый по счету. На данный момент я знаю, что некоторые учебные заведения, только одно учебное заведение, как пример могу привести, порядка 50 тысяч перечислила. Это только одно учебное заведение. Поэтому я вижу только положительную реакцию из года в год. И, честно могу сказать, наверное, замечаю, что увеличивается количество людей, которые хотят помочь. Сколько собрано средств на лечение детей, подсчитают 18 февраля. А финалом большого благотворительного марафона стал флешмоб. Кстати, такие же организовали по всему краю. Его участники выстроились в форме сердца и запустили в небо воздушные шары. «Я с тобой» – так назвали сегодняшнюю акцию.